Я Кряжевый Геннадий Борисович, житель Донбасса, основатель зоопарка села Придорожного Донецкой области. До 2014 года зоопарк развивался потихоньку, начались боевые действия. В связи с боевыми действиями, конечно, я помощью растеневодства, помощью животноводства содержал зоопарк. В 2014 году, тут происходили прямо в этом селе, где мы находимся сейчас, были боевые действия два месяца. Спалили меня гараж, технику, пострадал частично зоопарк. Ну, мы руки не опускали, старались его содержать, этот зоопарк сеять. Частично, конечно, отказались от земли. Ну, проходили годы, старались поддержать зоопарк, потихоньку строили. Ну, с каждым годом все было тяжелее, потому что на сцены несправедливо, на животноводство и все остальное. Ну, и начался упадок. И прошло уже 8 лет, и опять война началась. И, ну, загнали меня так, что и начались... У меня никогда за свои 43 года не было задуманность по зарплате. И... А то появилась по зарплате, начались долги, то за корма, то за то. И, ну, загнали меня, как серого волка, в тупик. Ну, все приезжали, конечно, в 2015 году, когда уже отогнали, приезжали. То с Москвы, то еще откуда, профориуриться. Вот спрашивают, как дела, и все, тебе комбайны надо, тракторам надо, что там надо. И уезжали, и то удобрение, и с концами. Ну, я так... Кто говорит, давай, брать счастья за помощью, мы тебе поможем. Ну, я уже не верил. Ну, при приезде Зубкова, Олега Алексеевича, вот это Сапало, и вот это Яна Кима, Савлоград, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Андрей Шилынов, Сибирский зоопарк, Елена Воронеж, Таисия Донецк. Сегодня приехала посмотреть, как шел мы здесь, Вера Ивановна из Ростова, Жукова. Ну, и... Честно, я не верил. И где-то в течение трех дней, как прошло, начали просить карточку. Ну, карточку мы сбросили, нам начали поступать деньги на карточку. Ну, карточку, конечно, заблокировали, ну, сейчас разблокировали ее. Ну, жизнь воспряг, начал вот сейчас везут в сетку. Наверное, нам машина вот в зоопарку подъезжает. Дереки пошли. Благодаря вас, благодаря людей, пенсионеров, рабочих, которые помогли. Вот это у меня простых людей, которые сейчас я воспряг, начинаем мы строить. Здесь сетка плохая, новые вольеры начинаем строить. Потихоньку начинаем сейчас строителей находим. Я воспряг, спасибо людям. Я не думал, что так может откликнуться вся Россия. Я думал уже, если честно, думал все. Уже хотел коров продавать. Не знал, куда зоопарку, уже куда одевать и все остальное, животных. А тут простые люди, которые есть в России. Я говорю, я им очень благодарен. Процесс пошел, видите, начали вольеры борить. Начали кормамы закупать, чтобы питательные все, чтобы животные не... Спасибо вам большое, здоровья и все, всей России. Я очень благодарен. Я просто не ожидал такого. Я говорю, 8 лет все кормили, говорили только. Проезжали на телевидение, снимались и все. А здесь без телевидения я не думал, что... Я думал, я говорю, ну что, ну, пришел, думал, тут еще у нас закрылся контактный зоопарк в Донецке и все остальное. Я думал, это ждет меня участь. Но получилось, что с божью, помощью людей, всех у этих, я благодарен им, всем желаем здоровья и всего самого на лучшего. Спасибо вам большое.